Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельное благодарно всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, почему все-таки милость Божья, а не заслуги человека. Милость является единственной допустимой формой взаимоотношений между человеком и Богом. Если это понять из такой перспективы, читать послание Павла, мы удивимся, как уверенно он отстаивал и насаждал эту точку зрения. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». 1 Коринфянам 1,29. Павел посвятил значительную часть своих посланий борьбе за идею праведности через веру, вопреки идее праведности от дел. «Последний он не только не признавал, но видел в ней вред, а потому яростно уничтожал на корню. Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Послание к Галатам 3,21. «Вот я, Павел, говорю вам, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Галатам 5, 2 и 4. «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». Римлянам 11,6. Павел со свойственной ему категоричностью противопоставляет идею оправдания делами закона, идее оправдания благодатью, смело заявляя, что с приходом Христа миссии закона наступил конец. Он прямо говорит «конец закона Христос к праведности всякого верующего». Римлянам 10,4. «Говоря откровенно, закон не решил вопрос о греховности человека и ничего не довел до совершенства. Если и допустимо оправдание делами, то разве что перед людьми». Помните Павла, как он учил? «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом». Римлянам 4,2. Подумайте об этом. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.